Всем привет! Есть некое понимание того, что дизайн не работает на самом деле. Дело в том, что люди, и очень много людей, годами изучают различные практики духовного саморазвития. Это и астрология, ведическая астрология, рейки, воздестояние. На что вы выходите? На какие курсы по саморазвитию? Это могут быть самые разные вещи. И, в принципе, сначала очень достаточно хорошие результаты люди получают, но потом в какой-то момент застревают. Застревают на одном и том же уровне, и они крутятся вокруг такой внутренней идеи и пробраться вглубь, и расслабиться. Что-то понять и расслабиться, и чтобы у них все получалось. У них не получается. Дизайн человека – это такой инструмент достаточно мощный. То есть к нему на самом деле приходят не сразу. Люди приходят в дизайн человека после йоги, после различных практик энергетических, после изучения нумерологии, астрологии и так далее. Вот такого рода вещей. К дизайну человека приходят не сразу. Сразу, со старта, когда вы сталкиваетесь с дизайном, вы практически даже не понимаете, о чем идет речь. Но вы это знаете очень хорошо. И существует несколько вещей, в которые вы упираетесь внутри изучения самого дизайна и не растете. Во-первых, это поверхностный взгляд на дизайн. То есть действительно дизайн очень механичен. Он рассказывает нам про нашу физиологию, про нашу механику телесную, как нам вести себя непосредственно, да, и выстраивать свои стратегии поведения с другими в этом мире. Через тело. Все понятно, все просто. То есть это всегда простые, очень простые, понятные рекомендации. Но упускаются из вида очень много деталей. В частности, упускается из вида окружение, питание и обстановка. Это вот такие три аспекта, которые не берутся во внимание почему-то. То есть люди ищут свои отклики, пытаются следовать своему авторитету в тот момент, когда они не позаботились о здоровье своего тела. То есть они находятся в обстановке некорректной для себя абсолютно. И с людьми некорректными для себя. И питаются некорректно для себя. И тело просто чувствует себя плохо. Все силы уходят на то, чтобы восстановить просто свой физический уровень, свое здоровье. И, безусловно, они не идут глубже каких-то поверхностных результатов. Да, на уровне что, где, когда и с кем чуть-чуть изменяется. Поменяли работу, немножко обучились. Чуть стало проще. Но истинных результатов нет. Все из-за обстановки. Об обстановке и нашем окружении, корректном, с точки зрения дизайна, рассказывает так называемый PHS и RAF психология. Это глубокий уровень. И его надо знать, изучать. И к нему надо прикасаться. Тогда начинаются настоящие результаты. Поистине глубокие. Поистине глубокие. Из этого вытекает второй аспект, о котором я уже упомянул. Это, собственно, окружение. Многие люди, занявшись дизайном, не меняют свое окружение. Они приходят домой, и там им приходится объяснять своим мужьям, детям, мамам, друзьям, партнерам, коллегам по работе, что такое дизайн. Они большую часть времени тратят на то, чтобы объяснить, что они не бараны, что они правильные. Вот они воодушевленные после чтения, после какой-то практики. Они приходят домой, а там, Люда, постирай носки, хуля твой дизайн. И все. И вот это воодушевление, оно проходит. Потому что какой-нибудь Валера дома, он не понимает, о чем идет речь. Ему кажется, это все блажь. Бабки надо зарабатывать, борщ надо готовить. Некогда мне об этом думать. И вы ему начинаете объяснять, и там, и Валерия, и Лариса дома, что да нет, ты пойми, рассказывайте о каких-то таких действительно очевидных для человека духовных вопросах, но вы не можете к ним прикоснуться, потому что дома вам говорят, короче, делай мне мозги, иди, носки стирай. Ну, я, конечно, очень утрирую, безусловно. И очень много людей своим мамам, мужьям и детям пытаются это объяснить, чтобы они были с ними на одной стороне. А ведь поддержка сообщества очень важна. И вот не меняя своего окружения, оставаясь в прежней обстановке, вы просто не растете, не растете. И это опять про рейф-психологию и ПИАШС, про первичную систему здоровья. Если вы взялись за себя, то, к сожалению, вам придется от многих людей вокруг себя избавиться, поменять их, уйти от них. Ну, на каких людей вам ориентироваться, кто ваше корректное окружение? Об этом рассказывает, допустим, раздел, связанный с лунными узлами, связанный со сценами жизни и крестом. И это, как говорится, must-have в дизайне. После определенного срока самопознания к этому надо прикасаться, это надо проживать, для начала осознать, понять и увидеть. И, собственно, сейчас это то, чем я занимаюсь очень плотно. Я перестал делать большие чтения первоначальные. Первоначальное чтение всегда неглубокое. То есть это экспресс-обзор вашего дизайна с самыми основными аспектами. Но если вы хотите идти дальше, то тогда мы прикасаемся ко всему. Это уже терапия, дизайн человека как терапия. И тогда мы не только делаем обзор вашего дизайна. Мы постепенно, пошагово двигаемся в направлении вашей глубины. И на этом пути много-много надо менять. От многого надо уходить, разобуславливаться. Это не всегда приятно. Но в итоге это очень информационно. И я могу сказать по себе, я уже много лет в эксперименте. Я многие этапы проходил. И внутреннего непринятия, и злости, и нездоровья, и все. Но в итоге я кое к чему пришел. И могу сейчас на определенном уже этапе развития сказать, что я очень хорошо себя чувствую. Очень хорошо. И спасибо дизайну. Я жду вас на чтениях терапевтических, которые состоят из 10-ти как минимум встреч. Я условно называю этот курс рост. Ну так и называется рост. Или я вас жду на клубе, в котором мы растем вместе. Мы также точно, ну только в групповом формате работаем. Это не единичная встреча. Тогда вы можете сделать экспресс-анализ своего дизайна. И потом прийти в клуб и работать там уже с другими людьми, которые, в отличие от Валеры с кухней, разговаривают с вами на одном языке. И вы действительно растете. Люди растут через людей. Друзья, я жду вас всех на личных консультациях и сопровождении и в клубе. Все ссылки оставлю под этим спонтанным подкастом. Всем пока, до скорых встреч.